Друзья, всем привет! Вы на канале Пульс Земли, где каждый день ведется обзор событий и катаклизмов, которые произошли на Земле. Итак, события за 26 июня. Поехали! Не прошло и пяти дней, как в Чеченской Республике бушевал ураган. Как сегодня стихия решила снова разгуляться не на шутку. В очередной раз Чеченская Республика столкнулась с ударом стихии из-за резкого ухудшения погоды. На разные районы обрушились шквалистый ветер и сильный ливень. Повалены деревья, повреждены крыши и фасады зданий. В частности, значительный урон причинен Аргуну. В сети распространились видео, на которых очевидцы засняли, как сильный ветер буквально срывает крыши домов. На одном из роликов часть сорванного навеса вылетела на проезжую часть и повредила несколько автомобилей, а одну машину и вовсе перевернула. Местами скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Новосибирск пострадал от непогоды, которая обрушилась на него 25 июня. В городе царил сильный ветер, ливень и град довольно крупных размеров. В Новосибирске ушло под воду кольцо около ТРЦ Голден Парк. Затопило подъезды и дворы, несколько автомобилей унесло потоком воды. Еще днем спасатели объявляли штормовое предупреждение, дождь, град, ветер с порывами до 25 метров в секунду. Ветер валил деревья, срывал рекламные конструкции. Местами выпал град, причем по своему размеру градины не уступали перепелиным яйцам, а местами и до 3 сантиметров в диаметре. Такой ледяной снаряд может серьезно травмировать человека, которому не повезет оказаться на улице во время разгула стихии. Местные жители делятся фото и видео последствия разгула непогоды в городе. Сносит крыши, выбивает стекла, деревья валят на людей. В Кабардино-Балкарии пронесся ураган с градом. Ураганный ветер с мощным ливнем и градом пронесся над несколькими районами республики. Под удар попали городские округа Прохладный и Баксан, а также отдельные населенные пункты Баксанского, Черекского и Прохладненского районов. У жителей города Прохладный, во время стихии повыбивало стекла в окнах, после окончания урагана улицы оказались завалены упавшими деревьями. Не оставил себя без внимания и градовый шторм. В некоторых районах он длился около 10 минут. Максимальные градины достигали 3 сантиметров в диаметре. В Баксане из-за шквалистого ветра местами у жителей оборвались линии электропередач. У некоторых домов также снесло крышу и разметало по улицам заборы и постройки. В итальянской Парме была плохая погода с сильным дождем в ночь на 26 июня. В регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности. Ситуация особенно критическая в деревне Лизиньяна-Бани и Влангирана. Они были локально затоплены. Из-за сильных осадков местный ручей вышел из берегов, вода и грязь хлынули в город, затопив подвалы и гаражи. Пожарные уже осуществили около 50 вмешательств, связанных с непогодой. В Мулатсена пришлось даже произвести эвакуацию людей в безопасное место с помощью надувных лодок. На кадрах с дрона вы можете увидеть последствия отбуйства стихии. Этой паре повезло остаться в живых после того, как в них ударила молния, когда они шли по улице с зонтиками в китайском городе Цзэньчжоу. Люди отделались царапинами и испугом. Удивительный случай. Крупный град обрушился на ряд населенных пунктов в Агульском и Шамильском районах Дагестана. Он нанес серьезный урон урожаем местных аграриев и повредил частные дома. В ряде сел стихия спровоцировала обильные паводки и сход сели, также отмечен был камнепад. Размеры выпавших на землю градин достигали размеров грецкого ореха. В социальных сетях дагестанцами опубликованы фото и видео выпавшего града. Они отметили, что град повредил несколько автомобилей и небольших построек. Отмечается, что град на Дагестан обрушился столь стремительно, что застал многих людей прямо на улице. Люди пережидали страшную непогоду, то под навесом, то под деревом. В Приморье из-за паводка прорвало дамбу у села. Прорыв дамбы произошел в понедельник вечером рядом с селом Никитовка в Приморском крае. В Пожарском округе произошел размыв земляного вала озера, расположенного в 8 километрах от села Никитовка. По информации региональных властей, арендаторам участка в районе озера принимаются меры по устранению размыва. Сейчас вода уходит не только в болотистую местность, а уже угрожает населенным пунктам. Правительство Приморья объявило штормовое предупреждение из-за сильных дождей. На территории региона развернули пункты временного размещения. Ряд дорог размыло, движение по ним ограничено, некоторые населенные пункты остались отрезанными. Потоплены жилые и приусадебные территории в муниципальных образованиях Приморского края. Новый лесной пожар начался возле Ла Пайна, штат Орегон, США. Теперь он известный как Пожар Дарлин. Он очень быстро разросся, что заставило властей прибегнуть к эвакуации жителей из близлежащих районов. Последнее обновление показывает, что он разросся до площади 350 гектар и продолжает увеличивать свою территорию. Департамент безопасности выпустил предупреждение второго уровня опасности. В тушении огня принимает участие как наземная так и воздушная техника, пожарные, местные жители, военные и волонтеры. В бразильском штате Рио-Гранди-ду-Сул бушевала непогода. Шторм с порывами ветра до 20 метров в секунду и крупный град. Жители некоторых муниципалитетов Рио-Гранди-ду-Сул зафиксировали большие ледяные камни, размеры которых сопоставимы с размерами куриного яйца. Как минимум пять городов штата столкнулись с такой непогодой. Гражданская оборона мобилизовала отряды, которые проводят операцию по очистке и разблокировке ливневых стоков, засоренных листьями и градом. Национальный институт метеорологии предупредил о новых рисках, связанных с наводнениями. На севере Иркутской области прошел крупный град. Необычные осадки прошли быстро, но очень удивили местных жителей. А закончился так же быстро, как и начался, комментировал очевидец этого события. Местные жители сообщают, что осадками побило урожай. Это, конечно, не град-гигант, размеры выпавших градин достигали 3 см в диаметре. Но последствия после себя он однозначно оставил. Сильные штормы во вторник в конце дня вызвали впечатляющие наводнения в швейцарском городе Марже, где одноименная река местами вышла из берегов. Ожидается значительный ущерб, ситуация может ухудшиться, так как сегодня ожидается продолжение ливневых осадков. На данный момент часть дорог заблокирована для движения транспорта. Также есть участки, где уровень паводка превышает 50 см. На фотографиях видно затопленные террасы, вода просачивается в предприятия и рестораны. Власти призвали жителей быть максимально внимательными и временно воздержаться от передвижения на личном автотранспорте. На днях в Таласской области Кыргызстана произошло ужасное событие. Сильный ветер в сопровождении града и дождя уничтожило 50 гектаров посевов. Кадры буйства стихии опубликовали местные жители. Они с ужасом наблюдали, как стихия уничтожает их труды. Очевидцы события сообщили, что непогода властвовала над их регионом около 30 минут. Спустя время можно было оценить последствия от ее буйства. Урожая больше нет. В селе Боатерик сильным ветром сорвало крыши примерно с 15 жилых домов. Повезло, что жертв и пострадавших среди местного населения не отмечено. Произошел размыв дамбы пруда на реке Медала. В результате происшествия под угрозой смыва оказался мост на автодороге Дебесы, в одноименной деревне Заречная Медала. Существует риск подтопления близ лежащих домов, а также риск потери урожая аграриями. Не исключен также смыв единственного моста, соединяющий деревню с окружающим миром. Сильная гроза прокатилась по западной Небраске, принеся с собой проливной дождь, град размером с бейсбольный мяч и порывы ветра ураганной силы. Власти сообщают о невероятном порыве ветра скоростью 28 метров в секунду. Охотники за торнадо также наблюдали в этом районе крупный смерч. Он сопровождался градом, размеры которого превышали 6 сантиметров в диаметре. Ураганный ветер обрушился на испанский Мадрид. При этом, порывы ветра превышали 20 метров в секунду. Дождь был значительной интенсивности. Местные жители видели падающие ветки, деревья и летающие рекламные конструкции. Редко когда в Мадриде увидишь такую непогоду. Это был мини-ураганный взрыв. Продолжался он всего 10 минут, а затем также быстро прекратился, как и начался. По городу был отмечен градовый шторм, причем довольно интенсивный. Размеры выпавших градин не превышали 3 сантиметров в диаметре. В ряде районов отмечены поваленные деревья, а некоторые экземпляры вырваны с корнем. С вчерашнего вечера в Мексике, а конкретно в Гвадилахаре, не утихают ливневые осадки. Буквально на днях этот город уже охватывали сильные осадки, в результате которых подтопило несколько районов. И вот снова обильный дождь и наводнения. Бушующие паводковые воды унесли с собой не один десяток автомобилей. Уровень паводка местами достигает полтора метра. Каждый год этот город и ряд других страдают от таких локальных наводнений. А решения со стороны властей все нет. Дожди в Гвадилахаре приносят пользу городу, но также создают проблемы для многих людей, живущих в зонах риска. На востоке Грузии пронесся гигантский смерч. Он повредил монастырский комплекс Алаверди, датируемый XI веком. Его можно было наблюдать всего несколько минут и за это время он успел повредить купол главного храма комплекса и другую инфраструктуру. Ветер перевернул и припаркованную рядом машину. На месте находятся специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий стихии. За прошедшие сутки на Земле произошло 157 землетрясений с магнитудой равной двум или более. Землетрясения с магнитудой равной четырем или более, произошли в 19 странах. В каких именно, вы можете посмотреть на своих экранах. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание. До завтра.